с вами вишняков андрей психолог у нас прямой эфир продолжаем тему про чувство собственного достоинства про самоуважение самоценность ну и сегодня просто такой акцент делаем про энергию короля королевы вот что относится к этому архетипу ну и немножко поговорим про альфа самцовость альфа самковость вот что такое вообще альфа да то есть ну вот что это за энергия вот сейчас я вам тему напишу да добрый вечер присоединяйтесь вот если есть соответственно вопросы ну там можете задавать по ходу эфира но у нас уже несколько эфиров идет как раз про чувство собственной значимости значительности про достоинства так дождик волосы дыбом стоят реагирует на погоду вот добрый вечер ну я уже как-то на карантине когда сидели я вам про архетип короля королева он называется суверин по-английски монарха но это терминология беру из работы с тенью американской такое клиффа баре вот он вот но он архетипы это юнгянская система вот и один из архетипов выделяется это как раз вот архетип короля королев монарха вот архетип огня соответственно архетип иерархии почему вот сегодня даю потому что это про свое место в социуме в социальной иерархии да то есть вот это то как мы себя чувствуем среди себе подобных мы такие стайные животные да то есть и вот эта энергия лидерства вот этого архетипа и архетип напоминаю он может быть энергии может быть сдута на то есть энергия то есть это когда туда энергии вообще не течет вот у нас в энергию лидерства в энергию такого управления своей жизнью, у нас в силу разных причин не накапливается туда энергия. Это не значит, что ее нет, это значит, что у нас есть какая-то травма про это, и мы не можем претендовать на какое-то достойное, про достоинство, достойное место в мире. Ну, то есть мы ведомые. Ну, понятно, если в предыдущих поколениях человек был крепостным, он был в энергии рабства, например, или вообще не обладал никакими правами, ну, ему трудно было реализовывать вот эту вот энергию, вот именно лидерство такое. Напоминаю, что это, ну, просто вот ее так называют, энергия короля-королевы, ничего это общего не имеет к Средневековью, это скорее про нашу природу, да, что у нас есть энергия, и вот когда мужские группы, там, у нас англичане вели, потом мы сами вели, вот у нас даже тренинги у мужчин назывались, там, тренинг лидерства. И здесь важно быть лидером именно в своей жизни. Я в своем королевстве, в своем царстве я определяю вот это свои какие-то там законы, право, да, то есть стратегию какую-то, да, то есть к чему я иду, миссию. Ну, то есть очень важно, да, чтобы мы имели в жизни какую-то миссию. И вот эта вот свобода воли, которая нам дается, да, свобода воли выбора, это, собственно говоря, относится к энергии короля-королевы, да, то есть мы имеем выбор такой, я выбираю это направление, там, работы, деятельности, другое направление, да, чем я зарабатываю, чем я увлекаюсь, да, то есть я делаю свои собственные, вот эти собственные выборы, я сам решаю в своей жизни. Конечно, здесь прежде всего возникает вопрос про сепарацию, насколько мы сами определяем свою жизнь, а насколько мы следуем или тому, что в нас заложили родители, да, то есть или нас туда вытеснила семейная система, или каким-то образом нам навязывает, социум навязывает, да, то есть вот насколько мы лидеры. Люди путают, они думают, что вот, ну, не то уж путают, они просто как бы, ну, там, не знают об этом, да, то есть что не обязательно быть лидером для других, это вот как самозанятый, да, если я самозанятый, ну, вот в нашей терминологии, я могу быть, смотрите, предпринимателем, индивидуально предпринимать, вот, тогда я могу нанимать сотрудников, да, то есть я лидер становлюсь, или я бизнесмен, предприниматель, создаю какое-то там общество, там, акционерное или общество, или закрытое общество, да, то есть я привлекаю людей, да, то есть это рабочая сила, то есть я для них становлюсь лидером, например, или я лидер команды, например. Но если я самозанятый, ну, нельзя обо мне сказать, да, то есть вот, что я не лидер, Ну как я не лидер? Я лидер, да, то есть я сам определяю ту степень, там, не знаю, включенности в работу, да, то есть чем я занимаюсь, как, да, то есть сколько я на это трачу время. Естественно, это лидерство, но просто я лидер для самого себя, условно говоря, это королевство из одного человека. Если я вместе, там, женщиной, там, создаю, там, отношения, семью создаю, то, соответственно, я становлюсь королем, она королева, мы создаем некое наше общее пространство, наше общее королевство. Но если мы подчиняемся, мы вроде что-то создали, а живем на территории родителей, родители нам говорят, что делать, там, да, то есть управляют, или бизнес, который мы создаем, этот бизнес, который абсолютно вот аффилированный называется, ну, там, вправе, да, то есть он абсолютно зависимый от кого-то, да, то есть, так, мне придется еще одну спиральку зажечь, вот. То есть, соответственно, ну, то есть можно быть лидером, не управляя людьми, да, а можно быть тотально зависимым, да, даже если ты управляешь людьми, но при этом тебе указывают, что делать, как делать, ну, ты такой усеченный лидер, да, то есть вот в этом отношении. У кого, у кого больше вот этой будет альфа-самцовости, альфа-самковости, да, энергии короля? У того, кто сам ведет полностью свои дела? Или кто, вроде управляет другими сотрудниками, но находится в тотальном подчинении, в зависимости, да, и все его действия определяются руководством? Вот у кого из них? Ну, то есть для сотрудников он, конечно, человек такой будет лидером, там, буду себя окуривать, вот, реально их много, дождик идет, они повылезали, сейчас обкурю, потому что невозможно сидеть. Вот, то есть, соответственно, вот эта энергия, да, то есть если ее нет, это сдутый, да, то есть это монарх, король, королева сдутый. Причина, по которому она сдувается, ну, она, я вам говорил, по-моему, два эфира назад, то есть если в семье тебе, ну, вообще не давали нигде управлять своей жизнью, если все тотально контролировали, да, то есть если все, что ты делал, не устраивало родителей, если они тебя принимали исключительно, если ты соответствуешь их ожиданиям, если ты делаешь так, как удобно им, важно им, они тебя хвалят только за какое-то определенное поведение, ну, то есть ты целиком подстраиваешь свою жизнь детскую, да, целиком подстраиваешь под родителей, тем более если у тебя есть братья старшие, сестры, которые тоже там управляют, и любое твоя воля, да, то есть любое твое решение, оно обламывается, ну, то есть оно не одобряется, да, то есть вот каким-то образом ты из лидера своей такой детской жизни, да, ты превращаешься там в ведомую, вот, ну, то есть тебе не дают пространство, в котором у тебя развернется, ну, какое-то твое, ну, вот, лидерство, да, такое вот, твои собственные решения, поскольку к энергии монарха-короля тоже относятся какие-то наши хочу, наши желания, ну, это не желание, я хочу конфетку, ну, и такое тоже может быть, ну, ой, комара опять съел, ой, ужас, очень их много, буду обкуривать, ну, их что-то дофига, а эти всякие, у меня антикомаринов немерено всяких, вот, но как-то они плохо на них, там, я уже обложился здесь всем, вот, голодные комары, на них ничего не действует, вот. Вот, соответственно, энергия сдувается, да, то есть когда у нас вот это лидерство, оно забирается какими-то для нас значимыми, значительными персонажами, то есть которые имели над нами, ну, такой власть любви, отношений в семейной системе, да, то есть вот у нас буквально лидерство такое забирается. Может ли любой человек быть лидером? Да, конечно, он, любой человек, вот эта свобода воли, выбора, она дана, да, то есть человек, ну, то есть в идеальной картинке мира, в идеальной картинке мира, это чтобы мы по достижении, там, 16, там, 18 лет, мы из семьи, из нашей семейной системы выходили тотальными лидерами, да, в своей жизни, ну, то есть чтобы мы нас принимали, да, то есть нас хвалили, нами гордились, давали нам возможность, там, набить собственных шишек, там, да, и мы разворачивали вот эту вот свою такую природу, да, то есть вот это какие-то свои определенные вот эти качества, которые у нас есть. Ну, и второе, чтобы нам помогли найти, а в чем же, вот я вчера говорил в эфире, да, чтобы нам помогли найти, а в чем же наша природа, да, то есть в чем мы сильны, да, как мы можем себя позиционировать, да, то есть что мы можем предложить социуму. Вот это вот альфа-самцовость, да, альфа-самковость, это в том числе, да, то есть это вот лидерство, когда мы очень хорошо себя знаем, мы знаем свои сильные стороны, мы знаем свои слабые стороны, да, то есть мы каким-то образом, ну, то есть вот мужчина, он транслирует, да, какую-то свою мужскую природу, у него контакт с ней есть, да, то есть вот он вовне, мускулинная природа, она такая вовне, в достижении, не знаю, там, в волевые какие-то усилия, пробивать башкой стены, ставить задачи, там, идти к ним к своей цели, гореть, в общем-то, чем-то, да, то есть реализовываться, ну, то есть во внешнем мире, да, то есть в том числе реализовываться в такой в социальной среде, да, то есть очень важно, да, что мужчина, он, ну, там, в древние времена, мог принести мамонтов, и у мужчин это все-таки про то, что мужчина, он может быть добытчиком, он может быть защитником, да, то есть вот у него есть вот это, и в том числе, что он может за собой, вот здесь про альфа-самцовость, да, в том числе, он может все-таки за собой повести других людей, то есть он может указать путь, вот как Данка, он сердце, вот у Горького он вырвал сердце, да, и он за собой повел людей, То есть вот это умение какой-то проект, создать какой-то проект, команду и умение в команде действовать, каким-то образом создавать какие-то идеи, к ним идти, добиваться своих собственных целей, настаивать на чем-то. О, сегодня птица, кто-то у нас прилетел такой, очень красиво поет, то ли пересмешник, очень красиво поет, но точно не соловей. Соответственно, это про мужскую природу. Женская природа, она, королева, это прежде всего такая забота, это поддержка, да, то есть это все равно какое-то спокойствие такое внутреннее, да, такой женщина. Женщина, которая может создать очень хорошую атмосферу, да, в которой, ну, то есть в котором людям уютно, в котором людям безопасно. И король и королева, вот эта энергия альфа-самка, они умеют слушать свой прайд, да, то есть если мужская энергия, она защищает вовне, да, то есть заботится о том, что происходит вовне женская, она создает, ну, про радость, да, то есть про уют, про гармонию какую-то, да, то есть вот это вот хорошее такое королевство, да. То есть пока там где-то мужчина что-то добывает, воюет, женская природа, она создает, ну, вот очень хорошее такое, заботливое такое вот пространство такое. Но это, я говорю, условные вещи, и в каждом мужчине есть женская природа, да, инская такая, в каждой женщине есть янская природа, мужская, шивы-шакти, да, то есть, ну, это очень условно. Я говорю про архетип, все-таки надо разделять, я не про мужчину-женщину говорю, я говорю про то, когда проявляется в нас, вот, мускулинная природа проявляется или фемининная природа, вот, больше проявляется, да. Вот, поэтому здесь, ну, вот, как бы альфа-самка, да, она вот в контакте со своей вот этой женской природой, да, то есть она ее разворачивает, да, то есть она как бы показывает вот это, что она и может хорошо заботиться о детях там, да, и о всех вокруг может заботиться, там, готова, ну, то есть у нее есть готовность отстаивать, вот. Вот, она, конечно, здесь много чего про справедливость и много тоже, что она права имеет, да, то есть у нее тоже есть, она с королем, трон королевы стоит рядом с троном короля, да, то есть вот я достойно, я достойно быть королевой, достойно тоже управлять, там, вот этим всем королевством, да, но я вряд ли так четко детализирую, да, то есть вот, ну, это надо исследовать, там, заниматься, там, да, ну, вот. Но здесь вот действительно хорошая подсказка такая, сбалансированная энергия, что женщина, обладающая вот этой альфа-самковостью, да, то есть альфа-самковостью, вернее, вот внутри у неё точно, я точно достойна короля, она не будет размениваться, да, то есть она не будет унижаться, там, прогинаться, у неё никогда не будет собака снизу, собака сверху, да, то есть вот она, вот эта энергия у неё внутри, да, то есть она может, она имеет право, да, то есть она внутри, с ней нужно считаться, да, то есть она вот, ну, не домашняя курица, да, то есть все-таки она такая львица, тигрица, да, то есть она, ну, может, если ей надо, там, направить свою энергию нам на защиту, там, да, то есть, и, конечно, у нее она обладает все-таки, это король, королева, это царь в голове, да, то есть это все-таки про мудрость, то есть энергия короля, это мудрость, да, то есть она мудрая, но то, что говорят, что там мужчина голова, а женщина это шея, которая крутит головой, это вот эта женская именно мудрость и умение сопоставлять информацию, умение принимать, выслушивать, там, принимать, мужская энергия сразу идти что-то добиваться, а женская энергия это вот впитывать пространство, да, Но интуиция немножко не в архетип короля, все-таки интуиция, она больше к архетипу мага относится, а здесь именно про знание, знание жизни, очень спокойная уверенность. Здесь очень много про уверенность, это женщина, которая уверена, она никуда не бежит, рассудительная в этом отношении, ну не в смысле мозга, а в смысле вот такая энергия спокойствия. Вот. И архетип он может быть, если там вопросы есть, вы задавайтесь, у меня, к сожалению, это зараза в телефоне, почему-то у меня не крутится лента, она то обновляется, потом у нее наступает момент, когда она перестает обновляться, зараза. Вот. Поэтому я руками буду обновлять, с кем не поздоровался, здорово. Если какие-то у вас по ходу вопросы возникают, ну я уже тему, я говорю, в начале карантина, я вам, ну я не помню эфир, он у меня там выложился, не выложился, но на ютюбе, там я уже говорил, да. Вот. Поэтому я сегодня стараюсь так акценты тоже делать на том, что я не говорил, ну и заодно все-таки акценты у нас на чувство собственной там достоинства. Вот. И, естественно, архетип, он может быть сбалансированный, да, то есть вот я вам сказал, да, как себя там чувствовать сбалансированно, это про энергию радости, и главное послание здесь, что я имею право там, да, то есть я достаточно хорош, и все-таки если мы говорим про альфа-самца, альфа-самку, да, то есть это вот ощущение, что я в социуме, да, то есть имею, обладаю своим местом, имею право, да. Я имею право, прежде всего, если мы говорим про семейную систему, я имею право носить эту фамилию, я имею право на энергию рода материнского, я имею право на энергию рода, там, отцовского, да, то есть вот, ну и вообще по-хорошему, да, то есть я имею право быть в этом мире, вот я божественное дитя, там, да, то есть я имею право на то, чтобы реализовывать, вот, там, то, что у меня есть, да, то есть реализовывать в этом мире, в эту природу, да, то есть вот просто здесь главное, я имею те права, которые, ну, вот вообще мне даны там от рождения, вот, я дееспособен, да, то есть я имею право, равные права в том обществе, в котором я живу, там, да, то есть вот и я имею право там на развитие, на то, что мне важно, я имею право на отстаивание себя, вот, я имею право на счастливую жизнь, да, То есть, я имею право на то, чтобы разворачивать весь свой потенциал, и, соответственно, имею право достигать каких-то своих целей и задач. Для мужчин в обществе такая есть интересная штука. Это построил дом, посадил три дерева и вырастил сына. Условно, какие-то задачи, которые наше общество раньше ставило перед мужчинами. Сейчас другие стоят задачи. Но энергия короля, в том числе, это все-таки забота. То есть, забота о своей семье, забота о родителях, забота о детях, забота о подчиненных. Если они есть, то есть, забота о том пространстве, в котором ты живешь. Это включает двор, подъезд, забота о каких-то своих знакомых, друзьях. Это хорошая энергия, такая лидерство. Ну и все-таки это про энергия лидерства, особенно для мужчин. То есть, это некое, что-то полезное общество. То есть, что-то, что ты привносишь в эту иерархию, ты привносишь в изменение мира. Ты хорошая, сбалансированная энергия короля, королева. Как ты делаешь жизнь окружающих, да? То есть, как ты делаешь ее там лучше, да? Что ты привносишь в этот мир? Какую жизненную задачу, поскольку энергия короля, королева, это про миссию, да? То есть, ты реализуешь, да? Есть он, ну, для женщин это тоже, ну, прежде всего, это семья, прежде всего, для женщин важно, да, вот эта вот атмосфера, да? То есть, какое-то творчество, ну, раньше это было, какое-то ткачество было, да? Там, песня пели, праздники какие-то, да? То есть, балы, ну, то есть, вот эта вся энергия, да? То есть, создание такой, поскольку энергия архетип короля, короля про радость, то есть, женская энергия, да? То есть, это создание такой вот радостной, счастливой, ну, такой заботливой жизни, да? То есть, жизни, в которой другим окружающим тебя хорошо, приятно, комфортно. То есть, это создание именно комфортной такой зоны, да? То есть, зоны, в которой люди, вот, ну, вот этой атмосферы, да, в которой люди разворачивают, дети растут, развиваются, муж восстанавливает силы, там, да? Ну, то есть, питательная такая атмосфера, ну, в том числе, это и защита, в том числе, и справедливость энергии калия, да? То есть, если нарушается, да, что-то, вот, вот, ну, и в том числе, это какое-то вдохновение муза, там, да? Да, да, для своего мужчины, ну, то есть, вот, создание вот такого пространства, да? То есть, где мужчины творят великие дела, там, да? Как говорят, ну, там, настоящие, да? То есть, за каждым, там, там, мужчиной, который поднялся, там, по карьерной лестнице, да, стоит какая-то женщина, да? То есть, вот, это все-таки способствование вот этой атмосферы, женская энергия такая. Вот. Относится ли сюда, там, ну, вот, красота? Ну, не совсем, да? То есть, красота может быть, она, например, она может быть холодная такая, расчетливая, это по магу, там, да? Вот женщина за собой, там, следит, очень все выверено, там, не знаю, все четко, много в этом, так, контроля, да? То есть, вот, все такое вот. Она может быть очень природной, это по энергии Афродита, например, такая красота, именно такая чувственная, да? То есть, вот, как бы, поддерживающая, как чувство. А красота такая вот именно в энергии королевы, да? То есть, в энергии альфа-самки. Это вот это вот, то, что говорит Павла, она идет вот с гордостью, да? То есть, она себя, вот, как говорят, несет, да? То есть, это вот, как женщина-королева, она идет, на ней вот эти одежки, они вот на ней вот прям вот смотрятся. Ну, вот, говорят, так себя вот чувствовала Галин Вишневская, да? То есть, вот, там, как ее дочери там описывают, вот, что она себя, Галин Вишневская, она себя уверенно чувствовала на любых, там, презентациях каких-то, на любых, там, встречах, там, с королевой английской, там, с любыми женами, там, президентов. То есть, она себя в любом обществе статусных женщин, да, там, на балах, она чувствовала себя абсолютно уверенно, да, то есть, абсолютно королевой. Ну, и опять-таки, тоже окружающие говорят, что на ней любая одежда, которую она одевала, она смотрелась на ней прям как на королеве смотрелась. Вот она эту энергию транслировала, вот она как раз вот в этом архетипе, вот она, ну, в архетипе как раз вот женщина-королева, альфа-самки, да? То есть, и, соответственно, вот она себя окружала предметами роскоши, у нее там было много картин, антикварной мебели, вот, ей там Растропович какой-то там дворец прям в Америке там где-то построил, вот. Ну, то есть, вот, у нее этого было много, да, вот эта энергия, вот, поэтому она себя уверенно чувствовала, она даже говорила, что, ну, это вот, ну, во всяком случае, цитата так приводит, да, что она говорила, что, да мне все равно, говорит, королевы там, говорит, короли, они все, говорит, люди, да, то есть, вот, поэтому, говорит, за их вот статусом они, говорит, все люди, поэтому я с ними себя вполне уверенно чувствую, вот. И человек, он по делам, да, смотрится по делам, по проявлениям, вот, она считала, что она действительно, ну, вот как раз у нее такой вот архетип хороший, там, про миссию королевы, да, что она вот свою миссию выполняла. Она с детства хотела быть оперной певицей, она хотела что-то такое великое делать, вот, она говорит, что она каждое свое выступление, каждую роль, она прям в нее вживалась, как будто вот это вопрос жизни и смерти, да, то есть она умела создать вот это пространство, атмосферы, да, то есть, вот, ну, то есть, говорят, умела тоже хорошо готовить, вот, вот проявляла, да, то есть, Растропович там за ней, там, Ну, там, все время там ухаживал, там, да, то есть, забрал ее от одного мужа, там, да, то есть, вот, поэтому, ну, здесь, здесь как раз вот эта природная такая энергия, почему я там назвал тему альфа-самец, альфа-самка, то есть, это наша биологическая составляющая. Ну, то есть, никто не отменял, что мы животное, ну, социальные животные, стайные животные, да, то есть, поэтому вот эта вот наша энергия, да, то есть, наша энергия... Энергия, так, где у меня подставку какую-нибудь под этот? Ой. Вот, эта энергия, собственно говоря, вот эта биологическая энергия, да, такая вот животная энергия, она в архетипе относится как раз к архетипу альфа-самки, альфа-самца. То есть, о чем это говорит? Что мы не только социальную такую энергию чувствуем, да, там, социальное такое свое место, а мы биологическую природу чувствуем, да, то есть, мы в своем теле, да, тоже ощущаем вот эту вот биологическую энергию. Мы ощущаем свою природу, когда мы оказываемся среди себе подобных, среди мужчин, женщин, то есть, если я оказываюсь среди там мужчин, да, то есть, я не сдуваюсь там, или я не пытаюсь прям вот там выступать, там, не знаю, там, там себе набивать цену, там, да, то есть, я себя уверенно чувствую. Вот это сбалансированная энергия. То есть, если надо взять там лидерство, да, то я беру. Ну, то есть, вот, я не тушую, я не сливаюсь, да, то есть, вот, есть раздутый монарх, то есть, его слишком много, я сразу там буду стремиться завладеть властью, я сразу буду становиться там диктатором, или я буду людям какие-то суперпланы, прожекты, я их буду за собой все время вести, там, это, поджигать там вот на что-то там. Ну, чаще всего это вот, ну, там, кто секты возглавляет, всякие там направления, государства, вот, диктаторы, у них раздутый монарх. Ну, то есть, они, ну, то есть, им важна власть, им важно вот эту альфа-самцовость транслировать, они испытывают удовольствие, кайф, если они в этой биологической природе занимают верхнюю ступеньку, да, то есть, они себя чувствуют уютно, только если они прям вот наверху. У них это называется раздутый монарх. На самом деле, по большому счету, они себя чувствуют неуверенно, вот, они, ну, то есть, они не отличались там обычно в детстве, ну, не отличались чем-то, или им приходилось там все время доказывать что-то там, да. Часто они маленького роста, какие-то, не знаю, убогенькие. Ну, возьмите Гитлер, Сталин там, ну, еще там кого-то можете вспомнить не очень большого роста, вот, тоже можете вспомнить, да, и просто безумное стремление к власти, нежелание отдавать. Это о чем говорит? Ну, о травме внутри говорит. О том, что за эту, за власть человек вот за эту альфа-самцовость, он будет держаться до последнего, не будет ее отдавать. И они, такие планы, красивые слова, прожекты, они всех куда-то ведут, и вот 25 лет ведут обычно в полную жопу, как Гитлер вел в полную жопу там, да, там, ну, Сталин в войну там завел и в тотальной репрессии, ну, и сейчас мы видим, да, то есть, вот, можно посмотреть их легко. Вот, с этим, с раздутым монархом, их легко посмотреть, вот, кто был на параде, вот, кто там, 22-го там, или какого там был парад, уж я там запутался, я не слежу, вот, и просто сегодня ролик там у меня всплыл в Фейсбуке, кто присутствовал на параде вот в Москве. Ну, там, Лукашенко, там, все эти непризнанные республики, ну, то есть, все вот, ну, вот все диктаторы, да, вот. То есть, про что говорю, да, то есть, энергия раздутого монарха, им важно показывать, доказывать, доказывать, что я чего-то стою, что я на своем месте, да, то есть, им важно, что их признают, им лижут задницы, да, то есть, вот, что они за собой ведут. И их беда одна в одном заключается, что раздутые они превращаются в самодуров, да, то есть, вот, ну, я вам говорил как-то, да, дура это твердый, по-латыни твердый, твердолобый, опирающийся только на себя, слышащий только себя. Я самодур, это значит, я сам твердый, я сам знаю, как лучше, я единственный, кто знает наш светлый путь, я единственный вас веду, вот, он уже не считается ни с подданными, ни с министрами. Министры обычно лежат задницы, подтасовывают статистику ему, ну, то есть, он уже отрывается от мира, да, то есть, вот, самодур, это значит, он уже не опирается ни на вселенную не опирается, вот. Ну, да, вокруг него там есть, там, куча вот этой, вот, кто там ему, ну, льет воду на эту мельницу, да, то есть, вот, но, опять-таки, это все от неуверенности себе, ну, то есть, вот, как сейчас там, да, ну, то есть, человек уверенный в себе, зачем тебе подтасовывать, да, там, что-то, ну, то есть, он не будет, если он уверен, если он настоящий лидер, ну, то есть, он лидер по своей сути, люди за ним пойдут, да, то есть, не нужно, не политтехнологии, ну, то есть, за лидером люди идут, как за Махатма Ганди, например, там, да, или Нельсона Манделла, вот, шли, там, или, там, Джон Вашингтоном, да, ну, то есть, за настоящим лидером, который заботится, который, вот, ну, ведет куда надо, да, люди идут. Ну, если вот Николай Второй, например, да, в Первую мировую войну, ну, он, вроде бы, у него была энергия, он, там, император, там, да, то есть, он наделен, там, властью, царь, вот, но он людей завел, да, то есть, он завел людей в войну, он о них, там, не заботился толком, да, ну, то есть, он тоже был, по-своему, да, вот, кровавый царь, да, то есть, он такой самоду, ну, то есть, вот, поэтому народ, когда его, там, смещали, временное правительство, за него никто, там, не вписался, да, то есть, от войны все устали, ну, то есть, как бы, народ нищал, народ, там, армия, там, фактически, крепостная, люди по 25 лет служили, да, то есть, вот, он за собой не повел. И как только возникла первая необходимость, да, вот, ну, то есть, вот, а что, давайте царя скинем, и что, ну, никто, там, в 17-м году, там, февральскую революцию, особо, там, временное правительство легко, очень легко это, там, завоевал. При этом у него, там, охранка была, ну, то есть, он создавал тоже такое, вот, государство, да, в котором все, все подавлялось. Ну, и поэтому какие-то, там, те, кто, там, лозунги, там, пообещал землю народу, там, землю крестьянам, там, власть народу, там, ну, то есть, вот, фабрики, там, рабочим, там, вот, легко, легко на этом, на этой фоне, на этом фоне легко на популизме, да, то есть, они прошли. Вот, раздувается энергия, вообще, и сдувается, и раздувается, если в детстве человек, он от родителей получал вот это послание, ты недостаточно хорош, ну, то есть, они его не принимали, не чувствовали, да, то есть, они каким-то образом, ну, то есть, у него любовь не была безусловной. И ребенку приходилось, как бы, доказывать, да, то ему приходилось доказывать, добиваться, там, достигать, что он чего-то представляет. Вот, если, ну, то есть, если родители поддержали, да, если вот родители, ну, человеку не надо, ну, то есть, у него, он достаточно хорош, он ведет, он лидер, да, то есть, он себя уверенно чувствует и так. То есть, ему не нужны искусственные способы, чтобы чего-то, ну, добиваться. Еще раз повторюсь, для тех, кто присоединился в идеальной картинке мира, чтобы мы в 16-18 лет, мы из нашей семьи, ну, по-хорошему, должны были бы выйти все с этой энергии, ты лидер своей жизни, да, ты можешь, мы в тебя верим, да, ты справишься, ты сделаешь. Это называется родительское благословение. То есть, родители благословляют, там, ребенка, мужчину, женщину, да, то есть, они благословляют на свою жизнь, они благословляют на свой путь, они говорят, мы у тебя за спиной стоим, ты всегда можешь к нам обратиться, мы принимаем, что бы ты ни делал, да, то есть, мы всегда на твоей стороне. Вот это благословение, ребенок, если выходит из своей семьи, вот с этой вот, про чувство собственного достоинства, да, то есть, я достоин, да, то есть, своего королевства, я достоин жить такой нормальной, такой, там, не знаю, ну, там, вряд ли можно здесь употребить слово красивой, потому что каждый вкладывает в слово красивое что-то свое, но вот эта энергия, где я, там, чувствую свою радость, да, я стремлюсь, я полезен людям, да, то есть, я делаю что-то такое, что мне нравится делая, да, то есть, я разворачиваю, вот, все время говорю слово разворачиваю свою природу. Ну, то есть, вот, и как раз в возрасте, там, 16-18 лет чисто психологические подростки, молодые, там, люди, девушки, вот, у них как раз есть вот это желание, да, то есть, оно такое зашкаливающее, что-то привнести в мир, что-то сделать такое офигенное, да, то есть, куда-то стремиться, там, что-то достигать. Вот, читал, там, статью, тоже, про Белоруссию, да, там, на день медика, там, ну, кто-то у меня есть, друзья, там, ну, я просто, там, ну, там, в Белоруссии психодраму, там, вел, когда-то, там, группу, там, вот, и в Москву приезжали, там, учились, ребят, поэтому у меня с Белоруссией несколько человек добавлено, вот, и они, там, перепощивают всякие, там, статьи, там, белорусские. Вот, там, на день медика, там, тоже, вот, мне, там, выплыло, да, что пишут белорусские медики по поводу, вот, то, как они выбирали профессию. У них, там, типа, министр здравоохранения, я не очень понял, кто, ну, там, какая-то министр здравоохранения сказала, они, там, говорят, что у нас зарплаты, что-то, какие-то маленькие, вот, в условиях пандемии не был объявлен карантин, и, вот, зарплаты маленькие, мы рискуем жизнью, там, мы, там, работаем на износ, там, да, ну, то есть, вот, типа, там, там, а зарплаты никакие, вот, им, там, министр здравоохранения, говорит, такая фраза, там, звучала от нее, типа, ну, вы же сами выбирали, вы же знали, куда шли, вы же знали, что у нас зарплаты маленькие, ну, вы выбирали, что вы теперь, типа, ноете? Это, вот, ихний министр, ну, и, там, несколько девчонок, там, женщины, они написали, да, что мы же выбирали, говорит, ну, когда нам было, там, 17, там, лет, 16-17, и мы выбирали, потому что, как раз, из энергии, вот, королевы, да, то есть, мы хотели сделать что-то такое значимое, да, мы хотели помогать людям, мы хотели, ну, как-то быть полезными, да, мы хотели быть реализованными, то есть, мы, мы не выбирали зарплату, да, то есть, мы выбирали миссию, а вот они говорят про миссию, да, то есть, мы думали о том, что, как это будет ценно для общества, вот, поэтому, говорит, конечно, там, там, когда мы, там, в 30 лет уже семья, мы не можем прокормить семью, нас унижают, нас обесценивают, нас используют как мясо, ну, там, всем, там, все, там, жители тоже, там, ну, там, ну, не все жители, но, но это, как бы, обслуживающая профессия, ну, то есть, какое, ну, так, я так понял, что, ну, такое, немножко такое, не знаю, отношение, ну, не как, там, хлопали, где-то, там, в Италии, там, в Испании, там, не знаю, в Германии, или, там, где-то, в скандинавских странах, ну, нет уважения к врачам, вот, как раз они выбирали из этой королевской энергии, но из-за того, что, я вам говорил, ну, вот, на их примере хорошо видно, из-за того, что там, все-таки, диктатура, вот, то в самом обществе, да, то есть, сверху, ну, то есть, диктатор забрал вот эту энергию монарха, да, то есть, и обычные живые люди, такие, вот, граждане подданные, они не могут реализовать тоже свою энергию, лидерство в своей жизни, да, то есть, у них, там же, этот, их, там, этот, великий, там, Лукашенко, он высказался, когда, там, жена блогера, вот этого, она захотела тоже баллотироваться в президенты, он сказал, а что, у нас вообще не, там, у нас конституция не для женщин, вообще, здесь, у нас сильная страна, сильная, там, власть, здесь женщинам делать нечего, ну, то есть, он фактически, прям, вот, озвучил, да, что в нашем, вот, государстве энергии королевы, энергии, вот, монарха, да, но вот этой королевской, женской энергии, заботы, принятия, да, радости, ее нет и не будет, у нас будет самодурство, да, то есть, у нас власть, вот, такая, мускулинная, патриархальная, диктатора, да, то есть, фактически, вот, можно белорусам только посочувствовать, да, то есть, и, соответственно, вот, врачи, как раз, вот, смотрите, у них была миссия, они хотели реализовываться, это, ну, реализоваться в таком государстве, где правит самодур, ну, очень трудно, любой бизнес могут у тебя прийти, там, спецслужбы отобрать, вот, все там как-то управляется сверху, да, то есть, вроде все спокойно, да, то есть, все спокойно, но как раз у людей страдает вот эта энергия, ну, вот, короля-королевы, ну, опять-таки, там, да, то есть, нельзя сменить власть, там, да, то есть, нельзя заявить о своем голосе, да, поскольку энергия короля-королевы, это про право, в том числе, право голоса, да, то есть, право выбора, выбора, что это такое? Я имею, я выбираю, я претендую, да, то есть, я, от меня что-то зависит, да, то есть, я как-то влияю на окружающее пространство. Здесь вот как раз эта энергия отрезается, вот эта выученная беспомощность, да, то есть, вот, очень трудно в этом пространстве, да, быть хозяином, да, то есть, могут прийти, все забрать, то есть, хозяин один, да, то есть, и все остальные, это вот, ну, не знаю, обслуга, там, слуги, ну, то есть, вот, ну, то есть, в любой момент тебя могут посадить, там, ну, то есть, как-то, там, сверху спустить, какие-то определенные законы, прессануть, ну, или, там, создают тебе условия. Ну, то есть, минимально, вот, для разворачивания вот этой энергии, да, то есть, минимально. А поскольку архетип короля-королевы – это про радость, да, то есть, про радость, ну, понятно, что в стране вот именно такой вот радости, счастья, да, то есть, возможности для роста, для развития, да, то есть, для продвижения науки, для продвижения социальных проектов, да, то есть, места будет оставаться крайне мало, да, то есть, людям трудно вот эту энергию, ну, в тоталитарных государствах ее трудно разворачивать, да. Ну, понятно, что есть люди, да, то есть, если у кого-то хорошее лидерство, там, ну, энергия монарха, там, ну, они будут ее разворачивать, да, то есть, наоборот, будет выпрессовывать, как бы, такая культура будет выпрессовывать, у кого сильная эта энергия, да, то есть, вот, они будут находить какие-то места, где она будет разворачиваться. Но температура по группе, да, то есть, вот, действительно, ну, будет такая энергия прессинга, так. Вот. Так, пишите мне, вы что, вопросы мне там собираетесь задавать, не собираетесь? Вам что, все понятно, что-то? Смотрите, что-то слушаете? Не знаю. У нас прямой эфир, а не лекция. Что-нибудь спросили бы у меня, что-то. Ну, давайте тогда, если ничего не спрашиваете, давайте мы эту энергию немножко, прошлый раз делали, или позапрошлый, не помню, упражнение, да, вот, ну, телесное поделаем упражнение, да. Давайте снова, вот, упражнение, вот сюда пальчик поставьте, помните, коллапс мы такой телесный нашли, вот здесь вот. Ну, вот снова так, нет, я ни на что не знаю, ну, я не знаю, как сделать, я не знаю. Ну, пусть кто-то поведет, вот отдайте лидерство сейчас, энергия ведомого, у нас сдутый монарх, отдайте кому-то лидерство, кто-то вот лидер, ну, пусть там, вот, у нас там, вот, пусть там решают, вот, власти отдайте. Нет, ну, я не знаю, ну, а что, смысл голосовать, ну, все уже решено, ну, пусть там решают, ну, как есть, так и есть, ну, от меня ничего не зависит, вот, вот это вот, от меня ничего не зависит, вот, ну, а что, какое мое здесь, ну, какое мое право. И вот сдуйте вот эту энергию, вот сюда сдуйте ее, вот, ну, просто вот, ну, не знаю, ну, пусть кто-то решит, ну, не знаю, ну, куда я полезу, вот, вот эту энергию лидерства отдайте, вот, и просто тело почувствуйте, да, привет тело просто почувствуйте как чувствует тело вот вот когда вы сдуваетесь ну ладно вот так вот попробовать ну чё скажет ну чё скажете то и сделаю вот ну а чё ну ну вы же знаете лучше вот это вы знаете лучше скажите как я сделаю ночью и просто вот себе внутри просто идите за телом почувствовать где у вас плечи там да то есть где голова вот здесь такой коллапсик такой почувствовать что ну ладно ну ну вы знаете как ну ну давайте сделаю как скажете вы просто поймаете вот это ощущение сдутого монарха понятно мы в какой-то момент жизни там да то есть где мы оказываемся рядом с сильными лидерами где у нас такая не за нет власти нет уверенности да то есть где мы не сильны некомпетентная да то есть мы передаем там власть управления там да то есть кому-то передаем ну достаточно посмотреть например когда наш сказочник великий там обнулятор он проводит какие-нибудь совещания вы просто посмотрите вот эти вот губернаторы да ну то есть как они себя ведут какие они когда они выступают где-то по телевизору они такие чё там ну-ка про попрыгай за ключами вот посмотрите они такие примут надуваются они такие и когда там их отчитывает там этот сказочный обнулятор обчитывает отчитывает их по этим вот они такие ну вот мы не знаем ну а что там вот ну нам тут денег не хватает и они начинают лебезить вот они прям вот вот они прям все сдуваются да то есть рядом то есть у них все у них они вот из этих вот понятно они вернутся туда в свое в свою губернию вернуться они снова такие ну вот как собянин такой да там он снова а чё давайте здесь гуляйте поднял ну и посмотрите как он лебезит у него до речи как он там тараторит рядом с путиным вот эта энергия видите она такая это это мыльный пузырь то есть абсолютно мыльный пузырь вот то есть то есть такая энергия да то есть они ее накручивают да но на самом деле вот они не могут на равных выступать настоящим таким вот кто властью обладает и сейчас мы наоборот вот пальчик сюда поставили вот сюда на грудную клеточку и наоборот вот сейчас как орангутанги себя так похлопаете так вот так чё я здесь я в это 100 и главное главное да то есть я альфа я альфа скажите я альфа я решаю здесь как будет я решаю этому мой прайд это мое хозяйство это моя страна там я решаю ну то есть вот вы не бычитесь а просто я имею право здесь я имею право не мы не бычимся а мы так я имею право сделать да ну то есть курсдуем немножко раздуваем я знаю как надо вот я знаю куда идти но все равно мы так надуваемся да вот надуваемся да вот надуйтесь прям здесь да так вот если вы на чем-то сидите вы прям счастье так вот у вас здесь есть и есть там у вас там там скипетр там до держава где там какая-то держава у вас там вот ну то есть вот у вас вот прям сядьте вот такой король я буду решать здесь чуть королева вот я только я здесь решаю да вот но вот такой вот прям вот прям внутри у вас вот здесь прям надуйтесь да то есть надуйтесь даже если в жизни так не делаете но мы сейчас говорим про энергию вот раздутого монарха то я знаю как лучше там я знаю куда всех я знаю как делать делать как я сказал там и все будет нормально вот все идите за мной да то есть то есть я вам укажу этот путь все все я все знаю вот это вот я все знаю я знаю как лучше все давайте вы просто следуете все вы просто следуете и просто почувствуете как там тело ведет энергия видео да то есть часто вот эти энергии харизмы пикаперства лидерство они как раз вот это разогревают эту энергию до лидерства да то есть искусственный такой альфа-самец или там альфа-сам какие курсы стервологии да то есть вот за счет этой телесные разгонки раскрутки и вот это вот ауто тренинга там я самый обаятельный я привлекательный как пикаперы там нет ничего за этим до пустышка но они вот вот этот имидж хорошо создают да то есть они нажимают на кнопки я лидер я знаю например в пикаперстве как они искусственный альфа-самец ну а как вот если меня же хотят там да то есть вот то есть я же могу осчастливить там трахнуть любую да то есть вот она рядом со мной будет чувствовать что она удовлетворена я настоящий самец там да раз меня все хотят вот раз я там ну там такой востребованный вот я альфа-самец ну забывай об одном что альфа-самец это тот кто готов переспать там да там сексом заняться но он готов обеспечить семью создать хозяйство женщину она замужем да детей обеспечивать альфа-самец это тот кто женщине дает вот эти гарантии безопасность на случай беременности родов воспитание детей кто создает надежную сторону там а вот пикапер да он как раз вот это раздувается да то есть что он создает ничего он он пустышка он на альфа-самцовость искусственно создает там в чем обман манипуляции я сейчас вот учу вас что это за энергия да то есть вот это в чистом виде манипуляция нажимается да то есть вот он раздувается а я там достиг этого вот посидите вот эту энергию вот о чем об альфа-самцы речь вот альфа-самец альфа-сам там почитайте прикреплено название тем вот то есть соответственно вот я дам да то есть я вот это я могу это я тебя сделаю счастливой вот помните любимая вот про проговорить вы сейчас в роли вот этого альфа-самца вот этого пикапе любимая я подарю тебе звезду я подарю тебе звезду мы полетим к звездам там мы сделаем это у нас будет лучшая семья то рядом со мной будешь счастливой я все создам все будет это ты вся в шоколаде тебе не надо чем не надо будет ни о чем думать вот я там самый лучший сексуальный партнер там все ты будешь счастливой я тебя сделаю да вот эта энергия вот ну все сбрасывайте себя да и естественно да когда женщина вот в чем там обман на чем нажимается кнопка на как раз кнопка нажимается на вот эту нашу животную природу да то есть все равно в женщине есть вот эта самка есть да то есть в ней есть биологическая потребность рядом с собой иметь альфа-самца иметь рядом того кто ее поддержит вот я уже сказал в беременности поддержит да там в родах поддержит там ну при воспитании ребенка в декрете да то есть если она будет болеть там если надо будет защищать если надо будет создать там быт уют да то есть вот у женщины есть это биологическая потребность да то есть пикаперы они перебирают да какие-то варианты да то есть на какие кнопки нажать женщине да чтобы она в нем видела вот этого альфа-самца какой-то женщине нужен мозг какая-то среагирует поскольку это про энергию короля на красивую одежду он статусно подчеркивает там приедет там на ламборджини там красивый запах ну то есть вот создается вот эта мишура да то есть мишура которая направлена на то чтобы искусственным образом да то есть создать у женщины вот этот образ образ вот этого мужчины короля да короля там воина да такого там который да то есть который будет о ней заботиться ее семье заботиться там да там там же ну понятно там им-то нужен там секс в основном им нужно чтобы жизнь ну как женщину поиметь условно говоря там нет задачи-то семью главный обман пикаперства каком что они как бы продают вот такую вот энергию да что мы тебя сделаем счастливой королевой с счастливой женой счастливой женщиной да то есть на самом деле просто разводят там на секс да ну то есть но все равно в женщине есть самка да то есть вот вы есть в ней там да но все равно да то есть они создают какой-то имидж главное чтобы они создали как раз вот вот это ощущение что у него есть чувство собственной важности достоинства да что он я достоин тебя ты я тебе я тебя да то есть вот ну как будут к себе там да то есть ты меня достойный я тебя достоин да вот это искусственно накручивается достоинство вот дать попробуем такую энергию такой сбалансированного монарх просто если вы стоите то там лучше сесть ну просто сесть и вот ощутить датку уверенность да то есть вы сидите ну какую-то поруда под задницу у себя так перекатитесь на булках своих да то есть и немножко все-таки выпрямите да то есть спина немножко прямая если есть оперец у меня просто походное кресло поэтому не могу опереться то есть вот просто представьте что вы действительно на троне сидите и просто внутри как бы вовне можете сказать а чё это я имею право на этот трон я имею право на это место я имею право здесь быть я имею право на то что реализовывать то есть я на этом месте в своей жизни по праву да я по праву на своем месте я никому за это там место там должность ничего не должна это мое право да я имею право да быть вот в этом в этой жизни да в этой там иерархии это мое право да я имею право быть несовершенно я человек я Я имею право, не знаю, право на ошибку и имею право просить о помощи, да, о поддержке, да, то есть об информации. Имею право на реализацию, да, то есть. Ну, то есть вот как-то ощутите, да, то есть вот спокойно. Без надрыва, да, то есть я не обязан никого, там, ну, то есть я не обязан прогинаться, там, лебезить перед кем-то, да, то есть и у меня нет потребности, нет потребности обязательно, там, быть лучшим, быть идеальным, чего-то достигать все время, да, там, кому-то что-то доказывать. Вот самое главное здесь, что я имею право, что я достаточно, да, то есть у меня всего достаточно, да, то есть я достаточно хороша, достаточно хорош, и мне не надо прям вот пробивать башкой стены, да, чтобы чувствовать себя уверенно, да. И попробуйте вот, вот как будто вы королем, вот ваше королевство это и есть, да, вы, да, то есть вот я имею право на то определять, как я живу, чем я живу, чем я занимаюсь. Это мое королевство, да, то есть я определяю, да, то есть как жить. Ну, если вы, там, замужем или женаты, да, можешь сказать, что, ну, я имею право вместе, там, со своим партнером, партнершей, да, определять, как мы управляем, там, да, вот нашей семьей. Ну, в идеале, если вы скажете, если действительно так, что я со своим партнером, партнершей обладаю, там, равными правами, просто у меня, там, мужская, там, женская часть обязанности, или, там, прав, там, или мы, там, распределяем, да, но мой трон стоит рядом, да, то есть вот про эту энергию королева, да, то есть я имею право на равноправные, партнерские, взаимные. Такие, полноценные отношения с интересным мне мужчиной, с интересным мне женщиной, да, то есть вот я имею право, то есть у меня нет того, что, там, мой мужчина, но я говорю про нашу, про западную семью, в Восточной, там, ну, может быть, по-другому, там, патриархат посильнее, да, и там, по-другому, там, решаются вопросы. А если брать римскую империю, например, римское право, то там женщина, или, там, на Древней Руси, когда-то, там, ну, там, женщина фактически была собственностью мужа, у нее не было гражданских прав. Ну, то есть там вообще говорить о какой-то энергии вот этой королевы, там, самки, ну, наверное, она в своем, там, в семье, пока муж, там, не командует, она имела, там, полную власть, там, да, но когда мужчина появлялся, он, там, она фактически превращалась в рабыню, там, да, вот в Римской империи, римское право. У нас континентальное право, оно очень основано. И согласно церковной традиции, ну, женщина вообще, вот, там, не считалась человеком, она, вот, человеком-то стала, да, то есть с точки зрения, там, религиозности, ну, вот нашей такой, вот, там, христианской, да, она веки, по-моему, в шестом или в восьмом, как бы официально ее стали, там, ну, там, считать человеком, условно говоря, равные, да, то есть до этого она все равно принадлежала мужу. Ну, то есть она была, там, если она вышла замуж, ее, там, отдали, часто продали, там, не знаю, заколым, там, еще что-то. А все-таки энергия королевы, да, то есть она другая энергия, да, то есть мы поэтому и говорим про западный такой вариант. Энергия королевы, если вы, особенно если светское государство, когда вы в ЗАГС приходите, да, то есть вы, там, ставите одинаковые подписи, там нет такого, что я должна, там, ублажать, подчиняться, там, мужу. Ну, то есть в светском таком варианте этого нет, то есть вы обладаете равными правами, равными обязанностями при разводе по-равному, там, если нет брачного договора, то по-равному распределяется, там, имущество. Вы по-равному имеете право, там, воспитывать детей, там, детей, также вы имеете, там, одинаковое. Ну, то есть в западном мире, да, то есть закреплена на юридическом, таком, в юридическом пространстве закреплено то, что происходит, ну, там, в социальной среде. Ну, вот, вы что-то мне, так, конечно, их подавили, а потом они кого-либо из нас. Так, если я, вот, ведомая, да, в меньшем размерах стала, прочитал. Ага. Вопросов опять что-то нету. Блин, все понятно вам или все непонятно? Я вообще не понимаю, что сегодня хоть один бы вопрос мне, что ли, задали там. Что, все вопросы завтра, что ли, будут? Надо эфир сделать, где вы будете там тупо задавать мне вопросы. Вот, так, сколько у нас времени-то, смотрю. А, у нас все заканчивается. Вот, ну, как-то вот я вроде выполнил норматив, я выполнил, да, то есть немножко вам рассказал. Вот, не знаю, то есть вот я как-то про вот это вот чувство там достоинства, про короля, королеву. Ну, вот, все, что я вроде там эфиры намечал, я вроде все, вот, все рассказал. Может быть, там, спрошу. Пишите там в директе, в комментариях, что вам интересно. Может быть, я какую-то тему, которая вам интересна, да, то есть я же под вас подстраиваюсь. Мне же то, что мне интересно. Ну, я, я вот даю, что вам. Поэтому, если интересно, вы мне в директе темы напишите, эфиров. Ну, можем еще затеять что-то. Вот, спасибо, что смотрите, да, пожалуйста, в записи, надеюсь, сейчас появится, прокомментируйте, что вам, как отзывается.